Здравствуйте, дорогие друзья! 22 июля в 19.00 по московскому времени пройдет вебинар, который называется «Нужно ли тебе имя человек?» где мы с вами практически поработаем с именами, которые я вам предложу и которые, если захотите вы, для разбора и для понимания, как это работает. Для того, чтобы было понятно, чем мы будем с вами заниматься, я приведу вам всего лишь один пример. Есть имя, которое очень хорошо нам всем известно. Игорь. Игорь! То есть, мы с вами видим, что это имя, ну, сегодня мы пишем так. С помощью буквицы мы можем написать Игорь. Вот так. И вот так. Я пока больше писать не буду. То есть, мы сегодня произносим это Игорь. И все. Но написание будет разное. В чем суть? Я углубляться не буду, поскольку данный процесс, он достаточно займет много времени. Но даже на примере одной буковки вам покажу, что, допустим, здесь мы видим горе, горь, 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 горь. Это краткое Е, поэтому горе. Гори, гори, моя звезда, да, горе, горькость, горечь, горь. А что такое горь? С логами. Го – это высшее, а это решение. Горь – это высшее решение. Горь. То есть, высшее решение. В данном случае это уравновешивающий через высшее решение или создающие решения для уравновешивания. Это вот этот человек. Здесь у нас что? Ижея – это поток. То есть, это какое-то состояние, в котором происходит движение. То есть, мы находимся в потоке. То есть, это поток. То есть, поток. То есть, некая устремленность, которая создает высшее решение. Или высшее решение создают этот поток. То есть, человек решительный, стремительный. То есть, делатель такой. Он принял решение, и его уже ничего не остановит. В таком написании, Игорь, да, то есть, это у нас и нить. Это общинность. Это член команды. То есть, это человек, который принимает высшее решение для общины. То есть, он общинник. Он знает, как работать в команде. Он не лыжник, индивидуалист. А он член команды. Футбольный, баскетбольный, волейбольный, гонбольный. Там у каждого свои задачи, и каждый на своем месте нужен, важен и творец. Вот такой Игорь в таком написании. Ну, кроме этого, мы с вами еще поговорим о именах, о совершеннолетии. И затронем, мы никуда от этого не денемся, затронем родовые наши особенности. И каким образом имя, в общем-то, определяло судьбу человека. Рок – это не судьба. Судьба – это не рок. Об этом мы тоже с вами поговорим. Итак, друзья, жду вас 22 июля в 19.00 по Москве. Ссылки на регистрацию на вебинары внизу под видео. Ставьте палец, если вам понравилось. Всего доброго. До скорых встреч. Пока-пока.